всем привет с вами максим вы на моем канале малый бизнес онлайн сегодня такая нестандартная рубрика но это я люблю чтобы мозг не заплыл назову ее гимнастика для мозга мяч это поразило мысль идея экспорта и думаю экспорт замечательно деньги 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 money вот такая предыстория вот начал разбирать экспорт ну в принципе все было понятно потом думаю ну как к экспорт а что я буду экспортировать надо же какой-то продукт и начал разбирать производство какую лучше налогооблагаемую базу выбрать на какой системе лучше находиться и так далее сегодня это все будет видео и немножко предыстории почему именно я решил разобрать все на поставки пиломатериала кто еще не знает у меня строительная компания и я занимаюсь средством деревянных домов поэтому пиломатериал для меня очень близок я думаю начнем я уже подготовился то есть на доске все нарисовал и примерно чтобы было понятно под видео я прикреплю документы ссылку на документы что можно было скачать и все то же самое как более подробно у себя на экране посмотреть так вот вот бизнес план как я его составил то есть для наглядности как показать все цифры он немножко суховат но те кто любит просто цифры и зарабатывать деньги как бы тому я думаю понравится вот по производству то есть по организации производства давайте обратимся к цифрам у нас закуп сырья 3200 отход по производству у нас по пиломатериалу составляет минимально по госту 30 процентов то есть готова продукции мы на выходе имеем 70 расходы по производству у нас на производство пиломатериал составляет 1200 рублей на 1200 это максимальная цена то есть я разговаривал с своими друзьями у кого пилорамы 2200 это вот максимально то есть скорее всего дешевле если вы смогли оптимизировать производство техпроцесс и в принципе наладить поставку сырого сырья для производства вот готовая продукция у нас стоит сейчас отпускная цена 8500 следовательно 70 процентов готовой продукции у нас будет стоить 5950 рублей теперь обращаемся к налогам на какой системы налогообложения сколько мы заплатим на шести процентах но упрощенки мы заплатим 357 рублей что в принципе много или мало любой рубль как бы в бизнесе он важен на 15 процентах на доходах минус расходов у нас будет уплачено 232 рубля 50 копеек но данную налоговую систему то есть налогообложения доходы минус расходы я вам не порекомендую во первых у вас возрастает риск проверок выездных проверок выемки документов и для того чтобы вас получилась эта цена 232 рубля 50 копеек налогов уплаченных вам нужно предоставить очень много документов отчитаться за все закупленные материалы все что нужно для производства на зарплату и так далее 6 процентов это наш вариант то есть наш нас наш сказать для нас лентяев бизнесменов то есть заплатил 6 процентов и спишь спокойно хотя многие этого не платят вот в принципе в принципе то есть на упрощенке то есть упрощенная система наглабжения доступна до оборотов 100 миллионов рублей дальше начинается либо дробленка либо ндс по ндс я сейчас тоже расскажу самая невыгодная система для нас предпринимателей и самая паршивая в расчетах ну попробуем опять цифры сухие цифры не интересны но придется уже закупаем мы сырье не по 3 200 по 4000 рублей в них уже сидит ндс 667 рублей запомним эту сумму она у нас потребуется нам дальше дальше у нас все то же самое на производство мы затрачиваем 1200 рублей готовая продукция у нас точно также стоит 5950 это 70 процентов выхода который мы получаем вот дальше у нас сама сам продукт это четыре тысячи девятьсот пятьдесят восемь и ндс а у нас в нем 992 рубля дальше к уплате ндс а ндс у нас уплачивается 992 рубля минус 667 рублей которые мы заплатили ранее то есть при закупе сырья того к уплате у нас поступает 325 рублей 667 которые когда мы продали материал вернулись там в компанию это уже оборотные средства которые снова поступают на закуп материала они нас постоянно крутятся то есть если вы закончите свой бизнес и когда вы будете вынимать из него деньги то есть эти 667 рублей они к вам вернутся дальше то есть на системе налогообложения на ндс и у нас прибыль составит прибыль составит 426 рублей то есть это та самая маломаржинальная система по налогообложению то есть самое невыгодное все производственники все крупные предприятия работают на нем потому что у них оборачиваемость средств свыше 100 миллионов рублей и активов больше и сотрудников больше и так далее поэтому они зарабатывают мало процентном соотношении от цены товара большую часть у нас забирает государство что нам нам за это дает я думаю каждый из нас знает вот давайте подытожим во первых я хочу попросить чтобы вы подписались на мой канал поставили палец вверх такие рубрики буду периодически вы проводить рассказывать разные бизнес-планы примерную экономику то есть как это должно строиться что вы понимали сколько вы будете можете зарабатывать так вот начал я с экспорта что у нас по экспорту по экспорту у нас в принципе ничего сложного экспорт это идеальная вещь для занятия бизнесом во первых ндс вам возвращается если вы на ндс работаете это очень выгодно но в принципе на упрощенке все неплохо второе вариант то есть второй плюс как бы экспорта вы работаете сто процентов со средствами покупателя то есть экспорт тот импортер то есть то у вас покупал закупает товар импортирует в свою страну он вам вносит стопроцентную предоплату и так строится как бы общая модель по бизнесу на экспорт то есть вы работаете с чужими деньгами вы не вкладываете свои с вас только затраты на работу и на обеспечение продукта как только вы доставили до платформы на поезде до поезда как для того у вас папа я есть документы все как бы ваши обязательства перед покупателем выполнены дальше уже обязательствую там на ржд на транспортной компании вот экспорт это очень выгодно но и мороки достаточно много то есть количество документов в принципе компании которые помогаются обеспечить вас сопроводительными документами делают это в среднем за 10000 рублей то есть это нужно иметь ввиду поиск платформы для того чтобы произвести отгрузку материала вот это уже искусство потому что в один период времени вы можете найти эту платформу за 50 тысяч рублей другое за 100 а в другой и за 200 тысяч рублей и здесь очень важно не попасть в просак и не договориться с покупателем о том что эти расходы лежат на вас эти расходы лежат на нем вы конкретно обговариваете стоимость товара дальше все это уже это не должно быть вас уже волновать вы конкретно договорились вы заработали дальше вы не должны нести рисков если вы берете эти риски на себя есть вероятность что вы сработаете в ноль либо в минус я не рекомендую это уже практика показала что лучше работать во первых деньгами покупателя при экспорте это стандартная схема во вторых он должен брать на себя эти обязательства почему именно такая относительно может быть жесткая схема для покупателя ну данная схема хорошо работает на киргизию на узбекистан то есть основной лес у нас забирает китай к сожалению или к счастью смотря для кого вот узбеки и киргизы вынуждены так сказать крошки собирать со стола и они забирают это с маленьких производств объемы у них немаленькие берут они достаточно много леса и они готовы платить вперед скорее всего вы можете написать комментарий в какой нише занимаетесь вы и возможно я вам смогу подсказать как найти покупателей непосредственно там для этого есть отдельные кейсы то есть отдельные инструменты и особенно выгодные они у нас для для жителей челябинска или бизнесменов челябинска потому что представительство торговой площадке узбекистан открытого в челябинске не в москве не в питере в челябинске это уникальная возможность самом деле для работы на экспорт с данной стороной то же самое таджикистан берет очень хорошо и казахстан пиломатериалы так но это я уж наверно углубился много лирики друзья еще раз хочу попросить вас подписываться на мой канал если вам видео понравилось ставьте палец вверх поддержите меня это будет для меня очень приятно это подымает мою мотивацию продолжать делать и работать вот еще раз хочу сказать что ссылки на документы по налогооблагаемой части то есть по бизнес-плану так скажем которые в цифрах набросан очень сухо будет под видео документ по экспорту если я его найду у себя я его тоже прикреплю под видео вот в принципе я рассказал сегодня все что я хотел если к моим расчетам у вас есть какие-то претензии и вы где-то найдете ошибку пишите тоже в комментариях буду работать над собой потому что данную схему я пересчитывал очень часто очень часто и возможно все-таки есть ошибка вряд ли но есть может быть такое вот потому что особенно на ндс и было слом сломано очень много копий вот всем спасибо за внимание кто досмотрел до конца всем пока слушаю не знаю мне кажется ты на ндс и просчитался что-то не застец ндс но на нем столько копий сломали просто он считается просто по корявому это это просто что-то неимоверное мы женой особенно сломали копия вокруг сцены 667 рублей ндс а который мы там уплачиваем при закупе сырья который сидит в конечный продукт я это считал первоначально что это мой заработок то есть я это суммировал с 426 рублями думаю все я заработал нет максим это не заработок а по налоги глюда как так то конечно так этот индекс ты мужи и тот кто мне продает лес он его сразу закладывает он сразу его сверху цены уже закладывает ндс он рассчитывается же как идет цена продукта это сто процентов да потому что есть продукт этот сто процентов не это невыгодно работать никто не работает на ндс я просто если ты особо крупным становишься выходишь за 100 миллионов рублей тебе приходится работать на ндс и никто не делает мало кто вообще в принципе налоги платит так вот по ндс у по ндс у нас есть цена продукта это сто процентов и к нему прибыл прибавляется 20 процентов это уже сам налог грубо говоря вот и за 4000 продал вот 4000 у тебя ну ты купил ты продал допустим за 8000 рублей у тебя разница составила 4000 рублей да и от них заплатил 20 процентов потому не так так не так так не так они не 20 процентов ты от них платишь один деленно это стирается маркер потом стирается отдельно как-нибудь я этим рисовал вот 4000 ты платишь 667 рублей 400 умножить а от них 20 процентов деленное на 1 и 2 вот так получается умножаем на 002 то есть это получается 4 на 4 вот но уже выше 8 8 вот она уже эта цена которую ты платишь 667 4000 ты не платишь 4000 да платишь ты если ты закупаешься и у тебя уже там сидит ндс то есть у тебя цена самого продукта является 3333 рубля к нему при прибавляется ндс то есть ндс это у нас сто процентов цена продукта плюс 20 процентов налог понятно но ндс то считают не так вот и допустим сколько у тебя получилось вот у тебя у нас тысячи закуп получился да да еще закуп сколько у нас чистая продукция составила пять тысяч 950 а продаем мы почем продаем у нас нет подожди это отпускная уже цена смотри у нас есть цена 8500 это готов это любая с ндс без ндс 8500 ты продаешь 8500 то есть 8500 у тебя цена то есть дальше у тебя это уже у нас на выходе с одного кубического метра только 70 процентов готовой продукции 70 процентов готовой продукции это 5950 рублей вот смотри 5 950 минус 4 сама готовая продукция правильно что еще раз 5 950 минус 4 закуп правильно так получается нет подожди это не так у нас дальше идет это пять тысяч здесь все здесь уже переработка сидит здесь уже закуп сидит 4000 дальше у нас сама продукция то есть отпускная цена 4958 рублей ну так такова цена продукта то есть который ты продаешь вот продаешь то почем вот 5 950 правильно ты получил денег оборотка но себе не себестоимость это у меня купили оборотка купили выручка выручка до 50 в нем с 4 получается сколько 1950 1950 вот с нее ты должен заплатить ндс 1950 неправильно не правда не так она делает вот 1950 умножаем на 0 2 и делим разделить как это где разделить разделить на 1 и 2 325 рублей ты платишь налогов всего-навсего 325 рублей ну но так смотри вот тысяч так ты вот у тебя отсюда получается остается вот и 1950 1950 у тебя минус 325 рублей ты забыл про то что у нас на переработку закладывается 1200 рублей вот 1620 вычитает 1200 1200 425 рублей все ликбез закончен вот видишь в чем суть в том что ты с ндс он продаешь лес дороже чем да не покупает его дороже цена такая же и получается что при равных ценниках при равных вводных у нас получается с ндс он работать невыгодно с ндс а может работать если ты работаешь с предприятиями которые закупают лес и они работают с ндс короче ты 800 рублей вот здесь теряешь да 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 тогда надо либо закупать с ндс либо продавать дороже потому что это естественно ты должен продавать на предприятие которые с ндс am работы с всегда дороже лес он будет дороже так я понимаю но я для того чтобы показать наглядно делаю равные вводные если ты получится тебе продать дороже дороже да конечно стоит 3 200 свая а с ндс am она у меня стоит я обычно делаю 10 процентов на оценку на ндс ну за счет возврата материалы и так далее то есть вот у меня получается 3 200 и плюс 300 рублей у 3 500 с ндс am я своя продаю то есть как бы она все равно априори дороже чем понятное дело потому что ты работаешь уже с предприятиями конечно но мы-то рассматриваем схему исходя из того что мы продаем конечному потребителю от того что конечный потребитель от того что сидишь на ндс и конечный потребитель то откуда ну пофигу на чем-то сидишь но упрощенки то есть решили бы на ндс и ты сидишь он хочет просто заплатить как бы такую же стоимость как бы и начать строить там свой дом веранду все что угодно еще как сделать можно закупать за за наличку ну как бы закупать не с ндс am лес можно закупать за 3 200 если ты за 3 200 допустим лес купишь и здесь у тебя продажная цена будет такая же то есть здесь ты не за 4 да не продадут тебе почему ну не продадут потому что тогда получается он теряет деньги потому что в любом случае платит ты работаешь на ндс если он тебе счет с ндс конечно это ли это цена которая уже сидит как бы в закупе поэтому невыгодно но здесь невыгодно только вот в отпускной цене конечно не должна быть конечно 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 но мы же рассматриваем равные вводные как бы на равных вводных как бы мы проигрываем с ндс am через сейчас 8500 я слышу что уже дороже ну будет еще в сезон дороже и надо не забыть знаешь заплатить патент это что его из его из его из не и грис он уже сидит как бы это это отдельно ты же платишь один раз как бы и ты им пользуешься ухи сейчас тоже частей не скажу потому что если честно с ним практически никто не работает только на бумаге мнение только на бумаге мимо него спокойно все работают простые смертные но не надо так делать видишь вот смотри же я а вот после этого человека он думал что он улечит из меня что я неправильно посчитал вот вот первый человек который усомнился моих расчетах первый человек который усомнился и это правильно критическое мышление помогает нам зарабатывать и не попадать на это в какие-то не в нехорошие ситуации критическое мышление залог удач просто до пользуйтесь цифрами пользуйтесь калькулятором и ну ставьте под сомнение всегда все ставьте под сомнение вы должны через эту призму как бы пропускать все я просто понял под сомнение поставил такую вещь что ну не в одну нельзя зарабатывать 300 рублей с куба леса то есть здесь есть где-то неправильно неправильно неправильность получается настолько в одном убедился в этом видишь ну молодец жилья как бы постарался попробовал как бы не выходе получилось спасибо спасибо вот в общем подписывайтесь на канал ставьте лайки